Приветствую вас, Юля. Итак, живу с мужчиной около 4 месяцев, пишите вы. Переехать к нему была его инициатива, встречаемся около года. Были свободные отношения, на сегодняшний день отучаться, ругаемся по-тыхому, приходимся лучше расстаться, но до расстояния не доходят, не отпускают, а снова страсти. Вчера задают вопрос с другим мужчиной, такая же я буду. Я уже голову сломала, понятно, его. Ну, во-первых, здесь на что мне кажется важным обратить ваше внимание, так это на то, что между вами общего, между вами и мужчиной, я имею в виду. То есть, что вас объединяет, что вас связывает, вот, как вы зашли, я имею в виду, как вы познакомились, и на обновании каких аспектов вы взаимодействуете, все. То есть, очень важно понять, что называется, качество вашего общения, что он в той, в той, что он из себя представляет, этот общение, общение. Это очень важный момент, как мне кажется. Это первое. Вы говорите о том, что ругаетесь, вот, и вопрос, который у меня возникает, естественным, как мне кажется, образом. Это вопрос про то, какой именно вы вносите вклад в конфликт. Именно вы что делаете? Для того, чтобы человек ссориться, чтобы с человеком ругаться. Какой лично вы вносите в это вклад? Мне кажется, это очень важный момент. Потому что без вас ссоро бы не было возможно с вами с вашим с вашим участием ссоро более, чем реально. Вы говорите, что переехать была идея мужчина. Но какое-то значение имеет для вас и вообще, имеет ли вообще значение, что это инициатива, например, его, а не ваша. То есть это такой достаточно важный как мне кажется аспект, на который вам необходимо обратить свое внимание. потому что от этого влияние зависит только как вы будете выстраивать свои отношения с мужчиной. Дальше. Судя потому что вы говорите судя потому что вы говорите ну вот описываете я бы сделал такое вот предположение скажем так что мужчина боится с вами сближаться по какой-то причине неуверен неуверен в себе но когда вы собираетесь расставаться он снова вас ну как как бы пытается выделить вот обратите пожалуйста внимание на то что вы говорите что он вас не отпускает то есть как будто бы вы не очень здесь активно то есть как будто вы здесь игнорируете свою активность как будто бы вы здесь игнорируете Ну, как бы вот, говорите, что он меня не отпускает. Вот. Он меня не отпускает. Не я. Ну, условно говоря, да, да, не я. Сама, например, не позволяю или не позволяю, вот, ему что-то делать, например, а он меня не отпускает, говорите вы. И мне кажется, что это важный достаточно момент. Вот. То есть вы здесь, как бы, не очень, вот, чувствуете свою активность. Как мне кажется. Вот. Поэтому постарайтесь, постарайтесь, постарайтесь ответить себе на вопрос, значит, относительно того, чего хотите вы сами. Вот. То есть, чтобы это была ваша активность, а не его активность. Понимаете, да? Вот. На мой взгляд, это, в первую очередь, это война. Следующий момент. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что вы пытаетесь его понять, вы пытаетесь понять человека, но, на мой взгляд, это довольно-таки ошибочная история, потому что, таким образом, вы игнорируете, собственно, себя, таким образом, вы игнорируете свои собственные желания. Вот. Что в данном случае довольно-таки неплохо коррелируется с состоянием вашей такой вот своего рода пассивности. То есть, когда вы говорите, что приехать была инициатива, что он меня обращает, что он меня удерживает, точнее, говорите вы, и что, значит, снова возникает страсть. Вот. Ну, и что вы пытаетесь понять, конечно, тоже, тоже. Вот. То есть, в целом, вы производите здесь впечатление достаточно неуверенного в себе. Я бы даже сказал в некотором смысле тревожного человека, который чего-то боится, вот, который, может быть, чего-то оползается, вот, который в чём-то сомневается, вот, и который, в общем и целом, пытается себя защитить. Но у него, по понятным причинам, это не получается. Вот. Соответственно, очень важный момент заключается в том, что вам нужно перенести. Фокус своего внимания с мужчины на себя. Вот. Чтобы лучше в себе разобраться. Чтобы лучше себя понять. Чтобы увидеть, как вы относитесь к человеку сами, в первую очередь. В первую очередь, именно сами. А не, как он к вам относится. Вот. Потому что то, как он относится к вам, здесь, здесь, конечно, вторично. Я надеюсь, вы это понимаете. Важнее то, как вы относитесь к человеку. Какое у вас к нему отношение и что вы для него сами хотели бы или хотите. сказать, что это вот важный, принципиальный, я бы сказал, момент, на который вам необходимо обратить свое внимание. В первую очередь. В первую очередь, пожалуйста, вы хотите обратить свое внимание. Сформируйте, пожалуйста, свой запрос. Вот. И мы с большим удовольствием вам поможем. вам решить ваши трудности, если, конечно, это в нашей компетенции. То есть, мы не можем, например, помочь вам понять другого человека. И родители. Носе есть. У нас, верь, есть. Там же,ől. Стацент, на меру, он, ими выстрел вас за наим. И что-то на мою. Там же, вы Adventure. Играет музыка. Вернова. Стацент. Играет музыка. Второй. Я, честно говоря, сильно в этом сомневался, что он спрашивал вас из этого чувства. Как-то так, я бы ответил вам на вопрос, а кто бы задает. На этом все. Надеюсь, что вам это было полезно, надеюсь, это было интересно. Желаю вам всего самого доброго, удачи, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой.